Как построить крутую цветочную компанию? В Фиори есть неограниченная возможность. У вас уже круче, чем в Google. Самый крупный чек в компании какой был? Ты понимаешь, что в этого сотрудника надо вкладывать? Вопрос не стоит о деньгах. Это мечта вообще свадебных организаторов. Почему человек, приходя в Тиффани или в картине, говорит, переделайте мне кольцо? Не всем компаниям такие чеки доверяют. Фиори — это о креативе. Они по-моему не нормальные. Вы еще людям деньги платите за это? У Фиори такое клеймо. Фиори — это дорого. Я думала, что меня в центральном офисе обманывают. Мы учим тому, чтобы у людей был вкус. Талантливые люди приходите в Фиори. Важно, чтобы была энергия и этого очень сильно хотеть. Всем привет, друзья. Я, ну, на самом деле, это не проблема со звуком. Это проблема с голосом девушки, которая много работает. Но так получилось, что сегодня у нас съемка, которую я уже не могу отменить. А значит, нужно вставать, идти, ну, в общем, делать то, что всегда делают. Вы знаете, два года назад, приблизительно в это время, мы с Сергеем решили открыть цветочную компанию. Сделать ее такой очень демократичной, классной, доступной. Ну, в общем, пришли с такой же идеей, с которой очень многие люди начинают бизнес. И в этот момент мы начали искать очень классных флористов. Ну, потому что задача всегда создать обалденный продукт. Могу вам сказать, что в Украине есть одна компания, которая выращивает, ну, просто the best мастеров. Эта компания называется Фиори. Компания лакшери-сегмента. И то, что они творят, это, конечно, сумасшествие. Кроме этого, эта цветочная компания продает самые дорогие букеты самым крутым людям. Они зашли на рынок уже достаточное количество лет назад, если я не ошибаюсь. Это был где-то 2009 год, когда я их помню. И, собственно, с тех пор эта компания всегда ассоциируется у людей с чем-то вау, дорого, круто. Многие о ней мечтают, многие ей завидуют. Но так получилось, что именно флористы компании Фиори помогли нам в свое время разработать наши линейки. И, собственно, за какое-то время получилось так, что мы даже сдружились. Сегодня у нас нету цветочного бизнеса, но у нас остались замечательные отношения. И буквально недавно мы встретились с девочками случайно в кафе, выпили кофе. И они начали рассказывать о тех планах грандиозных, которые сегодня вообще они внедряют в жизнь. И, в общем, мы так говорили, говорили и решили, а почему будем не снять теперь выпуск, а о самой крутой цветочной компании в нашей стране, у которой точно есть чем и поучиться, которая сегодня по масштабам просто безумная, у которой невероятное количество направлений. Короче, прямо сейчас мы поедем к ним для того, чтобы вы увидели, как вообще может работать цветочный бизнес и как вообще работают в лакшери-сегменте. Это будет интересно, так что не переключайтесь. Я надеюсь, мой голос тоже не выключится. В общем, поехали, а то меня уже ждет Сергей. Так, но все-таки, чтобы вы понимали, что происходит, мы приехали сейчас в то место, вот это здание, достаточно большая площадь относится к компании «Фиори». И сейчас мы с вами пройдем, познакомимся с командой. Это была Татьяна, пиар-менеджер компании. Мы сейчас пойдем, нам проведут экскурсию, ну и все расскажут. Я хочу, честно говоря, узнать все-таки, как построить крутую цветочную компанию. Я не совсем уверена, что нам расскажут о цифрах, которые играют здесь, потому что это уже очень большая махина, но мне все-таки интересно мнение профессионалов и специалистов, возможно ли на цветочном деле зарабатывать деньги и при каких условиях, что нужно делать. Короче, пошли смотреть. Я абсолютно уверена, что мало вообще кто себе представлял, что офис цветочной компании может выглядеть так, и вообще подход таким может быть. И сейчас Сергей уже меня ждет, мы познакомимся с владельцей компании и с основным составом. И узнаем все, потому что все работают. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, мы дошли, впечатлились. У нас есть только одна проблема. Наши операторы хотят теперь стать флористами. Ну и всем остальном, все прекрасно. Сразу после съемок на курсы пойдут. Людмила Николаевна, владелец компании Фиори. Можно просто Людмила, а то я сразу вот так ощущаю. Можно, но все, все ходят тут и говорят, Людмила Николаевна, тихо. Ну, это они так привыкли. Вот так, ну и Анна, собственно. Генеральный директор. Такие должности в цветочной компании шикарные. Как это все стартовало вообще? С какой идеи это начиналось? С маленькой все-таки или с большой? Потому что цветочный бизнес приходит по-разному. Как с вами это произошло? Со мной произошло, конечно, странно, в общем-то. То, что сейчас имеет компания, она, конечно, не была задумана именно в таком формате, что это будет настолько огромная компания, настолько она международная станет. Я, когда начинала заниматься оптовыми цветами, и у меня были склады, но они и есть, да, и я приезжала туда, ходила между рядами этих троллей и говорила все время, боже, у меня столько цветов, и у меня, и они так все пахнут, и я так хочу. Я приезжала туда вдохновляться. Но потом я могла заходить в такие бутики, которые существовали в Украине, и мне хотелось сделать какой-то букет для своих родных, близких, друзей. И я понимала, что я не могу выбрать то, чего мне хочется. Я всегда говорила флористу, который там существовал, пожалуйста, вот этот цветочек и вот этот, и вот это вот все вместе. Нет, не так, а вот так. И я потом натолкнула на мысль, думаю, так а почему мне нельзя сделать вот что-то, то, что даст людям возможность, возможность для флористов, возможность для клиента, который может прийти и купить то, что он хочет, то, что он видит у себя. Вот когда эта задумка пришла такая, что надо вот создать что-то необыкновенное, мы начали искать, подбирать флористов, которые, это будут мастеровые, не просто вот как работающие, которые там, ну, в подвале где-то, а это именно художники, мастера-художники, которые... То есть цветочный бизнес был бы фиори, но он был оптовый, да? Да, он был оптовая компания. А потом уже из этого возникла идея, что-то делать какую-то красоту, не просто торговать цветами, а уже делать что-то, Юля, красивое. И в каком году это случилось? Десять лет назад. То есть в 2008 году? Да. А до этого сколько лет был оптовый бизнес? Нет, в 2008 году оптовый бизнес, и буквально через год мы создали фиори. Прошу. Это мастерская фиори, где создаются декорации масштабные, где работает команда. На самом деле мы перед большим открытием. В скором времени мы превратим это пространство в куворкинг и место, где могут, такое тусовочное место, куда могут приходить профессионалы с рынка, или даже просто отец с сыном, и взять оборудование, инструменты, и что-то создать. Круто вообще. Ну, для нас, наверное, это фишка, потому что когда мы создаем проекты, любой наш клиент 24 на 7, он может сюда приехать и посмотреть, на какой стадии, на каком этапе, из каких материалов создается проект, который будет реализован, например, свадьба, да? Да. И посмотреть, какой он по высоте, какого объема и все детали. Я обалдеть. То есть вы вообще понимаете масштабы этой всей процедуры? И зачем вам сюда приводить других людей? Какая цель? Ну, это ваше, никого не пускайте. Наверное, я повторюсь, но это наша миссия и цель развития. Тут точно так же будут на базе, как в Фиори Академия, курсы по декору в плане дальнейшего развития, где мы хотим делиться знаниями, научить и показать, что этот труд может быть высокооплачиваемым, квалифицированным. Мы за развитие рынка и индустрии. Обалдеть просто вообще. У меня нету слов. Еще можно тут поиграть в баскетбол. Да, но это же планируется коворкинг и место проведения. Ребята, люди, сопровники должны хотеть проводить здесь время. У вас уже круче, чем в Google. Вообще какой-то. Так, ну идемте дальше смотреть. Когда открываешь какое-то дело, очень важно, чтобы была энергия и этого очень сильно хотеть. А когда ты это хочешь, тогда уже ты начинаешь делать практические какие-то вещи. Какие практические вещи? Это закупка товара. Мы перебрали много поставщиков. И в итоге мы пришли к выводу, что на часах надо закупаться самим. Только ты, который ты знаешь потребность вообще покупателя, ты можешь закупить то, что он хочет. Мы можем предлагать различные варианты. Мы учим тому, чтобы у людей был вкус. Кстати, вчера была очень интересная история. Я была на складе, и рядом двое мужчин покупают цветы. Один 25 рост вот таких, второй 90 рост вот таких. Ну и я хотела задать вопрос. Ну почему? Что руководствуется? Чем мужчина руководствует, то есть покупая вот такие цветы? Никто не смог ответить, чем. Но в итоге вот у меня пришла мысль в голову, то, что это, наверное, вот заложено уже каким-то, какой-то историей. Наверное, там их папа покупал маме такие цветы, длинность такой. Я говорю, вы понимаете, ну ваша девушка не сможет их удержать. Это, ну вы будете их носить вместе. Это очень тяжело. Ну, мужчина каким-то образом хочет показать, что он дорожит ей и вкладывает большие деньги в это. Но большие деньги можно заплатить за произведение искусства. Это будет очень красиво. И в то же время это не будет никаким образом ее стеснять в том, что она чего-то не может поднять или ей неудобно. Но она должна обязательно сказать огромное спасибо, выразить свою благодарность. Но почему так? И мы пытаемся вот воспитывать фиории там. Кто ваши клиенты? Какой вы акцент? Изначально на какую целевую аудиторию вы вот рассчитывали? Вот очень классный вопрос, потому что наш клиент – любой человек. У нас есть в бутике на Богомольце, у нас приходит дедушка все время и покупает один цветок, но он должен быть упакован в деталь, так как делает фиория. И он говорит, я не хочу купить в Метрограде где-то или еще в Ларьке. Я хочу, чтобы мне упаковали, и я принес свой любимый цветок вот именно с душой. Или студенты у нас бывают приходят. Они говорят, моя девушка вот стоит, подходит в мандарине, через стекло смотрит на эти букеты, и я не могу позволить купить дорогой букет. Ну вот что-то вот такое, ну именно от фиории я хочу ей подарить. Ну это не имеет значения. А вы сама делаете руками своими букеты, умеете? Я бы не сказала, что я это прямо умею делать. Я могу, я ценитель, но я имею в виду, что я эксперт. Я могу сказать, что хорошо, что плохо. Я могу сказать, вот что-то надо убрать, что-то доставить туда. Но сказать, что я вот прям встану и быстро сделаю букет произведения искусств, я же не буду лукавить, нет, конечно. Но на проектах я участвую, мне нравится, я хочу это делать. И в силу того занятости всей, я не могу просто позволить практикой заниматься. Когда фиории стали видоизменяться, ну то есть вы стали расти, вот вы открыли бутик, все здорово, клиентура знает, любит, сразу же выделились. Ну потому что все равно, как ни крути, это лакшери сегмент, все равно это для людей с ценителями, с деньгами. То есть и так или иначе большинство людей проходят витрину, обливаются с линями, мечтают когда-то купить. У большинства даже страх, раньше не было ценников на букетах, вот, и людям казалось, что это стоит еще дороже, чем вот они смогут представить. Когда пришла мысль, и почему расти дальше, превращаться в какую-то компанию, а не просто... Вы знаете, это не мысль пришла, это, ну это время, и это то, что дало, вот как я говорю, обратную связь от покупателей. Ну то есть нас полюбили, и пошло такое вот осознание, что надо больше вкладывать в компанию, то есть надо развивать людей, учить их, вкладывать в маркетинг, чтобы это было, ну это не только продвижение, там, например, ты продвигаешься для того, чтобы. Нет, это даже имиджевые какие-то вещи, которые ты делаешь, и тебя видят, и не даешь забыть о себе. Сама цель вообще вот всей компании, это то, чтобы донести и дарить людям вот красоту, но вот этот профессионализм, который за столько лет, он у нас уже есть, он нам не дает, у нас очень много точек боли, которые нам вот хочется донести, и может это вот благодаря вам мы сможем там донести. Хочется, чтобы нам доверяли как профессионалам, потому что вот люди, которые к нам приходят, мы своих клиентов ценим всех, любим, обожаем. Но вот это в основном касается оформления свадеб, там, или мероприятий каких-то. Когда приходит человек, и он тебе не доверяет, потому что он сам кажется, что он всё знает сам. И мне всегда возникает вопрос, почему человек, приходя в Тиффани или в картине, говорит, переделайте мне кольцо, у меня есть своё желание, там, свой дизайн. Он покупает то, что ему предлагают, и он верит в это профессионально. А вот почему всегда у Фиори, там, и у любой компании возникает вопрос, я хочу сиреневую, а я не хочу, а я выхожу раз замуж, я хочу всё в классике делать. И розово-белая свадьба, 101-ая уже, как бы, хочется, знаете, чтобы человек пришёл, сказал, у меня есть такой бюджет, я хочу такого цвета, и всё, и я хочу прийти, и увидеть. Уже Коля так и говорит, ты всё увидишь на своей свадьбе. Вот, вот ты этот свадьбе. До этого не приставай ко мне, давай деньги, на свадьбе встретимся. Вот это самое главное. Так, идём дальше. Да, приглашаю вас в другое пространство, это сервис аренды, рентотека, где приходит всё с демонтажа, с проекта Фиори, и, ну, в частности, других проектов, вот, например, узнала эти камни, мы делали проект «Пятилетие ВОК в Украине», и ВОК доверил именно нам, что является для нас очень почётным и престижным. А кому ещё доверять, как не вам, ВОКу? А вот это, кстати, это, по-моему, с джунглей мы делали презентацию совместно с Gigi Project нового альбома Насти Каменских. Ну, и здесь, конечно, это то, с чем может работать. Мы открыли этот сервис аренды рынка, это вазы, подсвечники, невероятный конструктив, люстры, всё, что можно... Это мечта вообще свадебных организаторов. Я тоже, кстати, пользовалась услугами вашими. Это очень удобно. Значит, я рассказываю, как организатор, вы можете прийти и на свой ивент взять всё, что вам нужно. Во-первых, огромный выбор. Во-вторых, ничего не надо покупать. Совершенно вообще какие-то слишком здоровые цены. Мне даже иногда кажется, что как-то слишком надо поднимать цены на всё это дело. Вот я, если приду работать, я обязательно подниму цены. Вот это очень круто. То есть вы можете сразу же приехать и под свой проект всё собрать, выбрать, поставить здесь, увидеть, как это выглядит, но это обалденно. Так как мы очень много привозим нового с выставок, мы регулярно закупаем. У нас есть декор, который мы готовы продать по какой-то. И эта цена уже достаточно символическая. Это очень хорошее предложение. Круто. Ну, вы просто посмотрите на всё это. Это очень. Смотрите, какая рама огромная. Зеркала. Ой, мамочки, дорогая. Прям хочется всё потрогать. О, боже, какие арки. Смотри. Это моя мечта 10 лет назад попасть вот в такое пространство. Вообще мне, когда я начинала, я помню, мы смотрели эти картинки, я думала, боже, почему такие свадьбы, все ужасные, почему у вас ничего красивого нету? Сейчас, конечно, ну, просто машина времени. Обалдеть. У меня всё-таки вопрос, который, конечно, будет, поскольку у нас бизнес-история. Сколько времени вообще вот ушло на то, чтобы окупился бутик, всё-таки, если говорить о бизнесе? Вы считали, делаете такие замеры? Нет. Не делали? Мы не делаем, потому что вот цели, цели нет такой, что именно окупаемость бутика, как там, ремонт, холодильник, и всё. Мы такой цели не ставим. Какая хорошо? Тогда следующий вопрос. Какая цель вот ваша глобальная в этом действии? Это миссия, которая, чем старше Фиори, и чем больше мы работаем, мы приходим к тому, что наша миссия посвятить себя, в том числе, чтобы профессия флориста в Украине перешла из разряда ремесленника в разряд мастера, художника, высококвалифицированного специалиста. Именно поэтому, наверное, открытие этого года и Фиори Академия. То есть мы смотрим какие-то бутики, наши достижения, коллекции два раза в год. Наша миссия и задача идти дальше. И когда человеку уже компания самодостаточная, нам хочется отдавать. Когда мы набирали персонал себе, флористов, то самые лучшие люди приходили именно те, которые Фиори проработали. Это были самые лучшие флористы, которые у нас работали. Да, они кстати разрабатывали нам коллекции тоже. Они разрабатывали коллекции, букет. То есть это были, у нас работало около человека 3, 2 или 3 за это время. И это были лучшие люди. И удивительно, знаете что, что вы до сих пор, только спустя 10 лет вы пришли к тому, чтобы обучать вообще других людей. Но не просто свой персонал внутренний, из внутреннего обучения. По тем людям было видно, что у вас обучение просто космос. Потому что это люди, они в корне отличались от всех остальных флористов. Они лучшие флористы. Мне очень нравится, что это происходит, ну знаете, не из-за и темы того, что что-то у нас мало денег, давайте будем делать, ну продавать. То есть это как бы реально выращивается совершенно другое видение, другие люди, другие взгляды, но это очень круто, что вы можете это позволить себе делать. Потому что, к большому сожалению, бизнес все не так построен, что люди, ну там, да, выжил, не выжил. То есть это очень круто. На самом деле, вот то, что Сергей сказал по поводу ваших людей, девочек, да, это какое-то удивительное чувство вкуса. Потому что, ну ведь нельзя этому научить даже некоторых. Вот когда человек, вот у него, я не знаю, мы точно знали, что когда в резюме написано девочка Фиори, я ее сразу же выхватывала, вот потому что они собирали вот так вот букеты в каком-то сумасшедшем темпе, они подбирали эти все цветы, там я помню, этих сумасшедших, вот именно в хорошем смысле девчонок. Вот поэтому это действительно очень круто и действительно что-то есть особенное. Мы будем сегодня искать, да, этот... Ну научиться можно, в общем-то. Верю. То есть, значит, вы умеете это как-то делать, потому что мне казалось в определенный момент, что ну нет, что это ему невозможно научиться, потому что вот он стоит, вот он что-то делает, и я всегда думаю, как можно взять дорогущий цветок и его испоганить, и сделать совершенно безвкусный какой-то веник, который вообще никак нельзя оценить. Вот сколько ты за него заплатишь, да нисколько. В Фиори есть неограниченные возможности. Мало того, что ты приходишь в хорошую локацию, тебе там тепло, у тебя неограниченный ресурс, цветка, упаковки, ленты, все что-то. Ты бери, твори, делай, только чтобы у тебя был этот вкус. Ты же умеешь по спирали работать, умеешь линейный букет делать, все, у тебя только вот. Пожалуйста, ну не переборщи. Что сегодня компания Фиори себя представляет спустя вот 10 лет? Потому что то, что мы сейчас видим, это какой-то космос. Мы прошлись по этажам, и ну... На сегодня Фиори это международная сеть, которая представлена тремя бутиками в Киеве, в Харькове, в Казахстане, Астана, Алмата, и также активно развивающийся бизнес в Австрии, в Вене. Три бутика в Вене. Позиционирование в лакшери-сегменте, но так как мы уже говорили, что мы удовлетворяем любые потребности. Кстати, вот те примеры, которые мы говорили, то же самое и в Австрии могут зайти, у них культура потребления и купить розу. Красную именно. Да. Второе направление это оформительский бизнес, декор и флористика. Это тоже мы работаем как в Украине, так и по всему миру. Есть чем гордиться, есть огромные масштабные проекты, которые реализовали и в Лондоне, и в Монако. География очень обширная, можно перечислять и перечислять. Но флори, я повторюсь, это от организации камерного дня рождения, это может быть детский день рождения, до масштабного события. Каждый клиент для нас важен, и каждое его событие для нас мы пропускаем через себя, через сердце. То есть это от любви до бизнес-истории. Можно я дополню, извините. У флори было, и, наверное, до сих пор существует такое клеймо. Флори – это дорого. Да. И мы не можем от этого избавиться, потому что некоторые люди боятся даже зайти в бутик, или обратиться с тем, чтобы сделать день рождения ребенку, или оформить свидание. Для нас самое важное сделать это красиво. А вот неважно, какой у тебя будет бюджет. Есть у тебя бюджет небольшой? Например, я хочу что-то минималистичное, но от вас, и чтобы это было вкусно очень. Вот это важно для нас. Слушайте, а какие самые большие бюджеты были? Можете озвучить? Давайте вам чаймами. Это бюджеты, которые мы реализовали, проекты в Европе, а также есть у нас корпоративное направление. Мы работаем, в направлениях оформления отелей, витринистика, корпоративы большие, масштабные. Это другой вид бизнеса, там другие бюджеты. Они больше или меньше? Они другие, они направлены на корпоративный сектор. Это может быть масштабный корпоратив для международной компании, бюджет больше. Но когда ты играешь в этом секторе, ты должен понимать, что предложить. Например, наш Новый год, он уникальный. Мы привезли коллекцию больших, гигантских игрушек, как раз, которые очень подходят для корпоративного сектора. Когда ты не продаешь, а сдаешь в аренду, и просто ими можешь перевоплотить пространство. Фиори – это о креативе, о концептуальных решениях. У нас есть креативный директор и команда концептмейкеров, люди, команды, которые заточены на такие уникальные решения. А сколько человек в команде сейчас? В компании больше ста. Третье направление – это мастерская. В чем уникальность и фишка Фиори? То, что когда наши клиенты, они могут приехать 24 на 7 и посмотреть, как создается продукт, посмотреть, из каких материалов. И даже бывает, когда приехала пара перед свадьбой, она говорит, это выглядит так арко, тогда они понимают, почему это столько стоит. Они могут посмотреть на процесс. Здесь у нас кухня. Приятного аппетита, ребят. Приятного аппетита. На самом деле, на территории есть выбор, есть два кафе, где можно кушать, но очень многие ребята любят, кто-то готовит дома и приносит с собой, и здесь можно вкусно покушать. Сладно. Мы попадаем в самое сердце. В офис Фиори ресепшн нас встречает, брендированный. Да, я заметила сразу же. Так очень престижно. Дальше, если повернуть налево, мы попадем в Фиори Академию. Здесь пространство, где работает оформительская группа. Это чей кабинет такой? Это мой кабинет. Но если мы поднимемся по ступенькам, мы попадем в наш митинг, откуда видно весь офис. Так, ну пойдем. Мы попадаем в зал, где два раза в неделю проходят совещания, собрания. И ребята, понятно, здесь обсуждаем какие-то проекты, творим, креативим. Но вот именно это такой стол переговоров, когда по понедельникам и четвергам собираются все управленцы, состав, который руководит направлениями бизнеса, и мы обсуждаем все наши насущные вопросы. Круто. А кто занимался дизайном? Вы сами думали о планировках, как вы хотите быть сами, да? Уже неудивительно. Следующий зал – презентационный. Так. А, тут есть проект. Это презентационный зал. Кстати, мы его используем, когда проходит обучение в Фиори Академии. Здесь приезжают звездные кросс-категорийные спикеры, какие-то известные, которые показывают презентации, рассказывают. Но важно, что у нас сейчас, после того, как мы переехали в это пространство, мы вырабатываем культуру внутренней защиты презентации. Когда ты создал проект, тебе кажется, все идеально. А когда ты выводишь его на большой экран и пытаешься защитить его, рассказать, то видишь очень много моментов, которые нужно дорабатывать. Прекрасный инструмент. Рекомендую. Да, кстати, очень-очень хороший инструмент. Мне кажется, очень полезный. Действительно, когда ты что-то говоришь, проговариваешь слух, это очень видно. Очень люблю наблюдать, когда здесь проходит школа Фиори Академии. Если посмотреть, то да, видно, как ребята трудятся над букетами и видно, как заполняется это все пространство по цветам и проходит весь процесс. Самый крупный чек компаний какую-то. Можете назвать эту цифру? Я, например, делала свадьбу, в среднем, наверное, до полумиллиона бюджета были. Долларов. Долларов, да. У нас где-то около четверти, наверное, было. То есть на декор где-то около четверти миллиона. Ну, просто это же непонятно, все смотрят и все считают, что это прям каждый день. Это как бы чеки, которые выстреливают. Это просто масштабы, которые могут быть. Ну, почему? Люди должны знать, куда стремиться и, опять-таки, каким компаниям, не всем компаниям такие чеки доверяют. Это тоже нужно понимать, потому что тот масштаб, скажем, ответственности, который ложится, когда люди платят такие деньги, да, не мне вам рассказывать, как бы. То есть это очень ответственный момент, и если компания берет такие чеки, нужно понимать, что у этой компании есть чем и поучиться во всех смыслах этого слова. Существует такой подход к открытию бизнеса в Европе, но знаю точно, что нет. Но почему-то у нас в Украине это существует. У человека есть деньги, и он почему-то себе решает, что цветы это быстрая окупаемость, это интересно, это покупается каждый день, потому что есть всевозможные события. И я, но у меня есть деньги, я хочу вложить и буду это делать, и у меня это получится. Нет, не получится. Никогда. Потому что а. Это надо любить очень, б. Это ты должен столкнуться со всеми вот вещами, которые сталкиваемся мы вот на протяжении уже многих лет, и они не перестают появляться, какие-то вот вещи, на которые надо делать акценты. Постоянно. То есть закупка цветка первая, его списание. То есть когда человек покупает цветок, и он не понимает, вот например, флорист непрофессиональный, он продает одно и забывает о том, что есть другое. И эти цветы однозначно остаются. Идет списание. Списание, например, в Фиоре есть определенные цифры, на которые мы выходить не должны. Максимальное списание, которое допустимо, это 30%, но это уже, это край, который вообще невозможен. То есть списание должно быть 5-10%, это тот максимум, тот максимум, который может позволить себе, например, компания или флорист. потом профессионализм и, как я уже сказала, флориста, закупка желательно самим на часах. А что такое закупка на часах? Это биржа, которая предоставляет тебе код компании, например, код, на который ты можешь выходить сам на биржу, а биржа начинает работать с 6 часов утра, ты садишься и уже видишь то, что идет и ты закупаешь это. Да, это через компьютер. Что делают другие компании? Очень часто покупают цветок, например, на базах. А своих я знаю точно, как мы покупаем, потому что мы сами его закупаем. И это цветок, который свежий, он идет. Те люди, которые закупают цветок для какого-то мероприятия, может быть, можно купить сток, я не знаю, но никогда никому не рекомендую, потому что ты подвергаешь свое мероприятие очень большому риску. Если цветок пришел не в том качестве, которому надо, или у него есть перепад температуры, а мы сами возим цветы, сами это знаем, как это происходит. Мы возили очень долго для фиори цветы самолетом, никто этого не делал в Украине. И когда мы сталкивались зимой или летом с проблемой с самолетом, когда тебе приводят цветок, он в хорошем качестве, он свежий, он в температуре сохранился, и тут его выгружают, и сама выгрузка, и переход в таможню, и потом оформление само происходит, например, несколько часов, он уже стерцанул, он уже попал в температуру горячую или холодную больше, все. На следующий день или ночью цветок может почернеть и стать вообще непригодным. У нас были такие случаи. И вот транспортировка имеет очень большое значение. Люди, которые пытаются открыть просто даже какой-то корнер, ларечек небольшой, они должны четко понимать, у кого они на Украине покупают это, что собой представляет база, и что представляют люди, которые привозят это. Это их транспортировка, это их закупка. Если люди покупают цветок на таких базах, которые закупают стоки, для того, чтобы заработать базы, делают это очень часто, они столкнутся в том, что у них цветок неделю не будут достаивать просто. Они будут продавать уже списание. Это же репутация, когда человек у тебя покупает букет, и он у тебя не стоит. Он говорит, я больше сюда не приду. Это немаловажно. Мы пошли по такому пути, что мы, например, есть такое понятие стендинг-кординг. Когда ты выбираешь цветок, количество определенного цветка, всегда, нужен он тебе или не нужен. Но когда у тебя получается праздник какой-то, ты можешь взять столько, сколько тебе надо. Если ты не выдерживаешь стендинг-кординг, не забираешь летом цветок, которым некому продавать, то ты не имеешь права взять на какой-то праздник количество того, которое тебе надо. И это тоже вещи, которые надо знать и понимать, что оптовик, который следит за своей репутацией, он будет привозить качественный цветок. Качественный. Значит, я могу там его взять, и у меня всегда будет хорошее мероприятие с хорошим цветком. У меня будет в бутике он выстаивает не неделю для того, чтобы еще раз закупить, а еще неделю как минимум у своего клиента. Упаковка, которая должна быть, и улыбка на лице у флориста или у менеджера по продажам, которые должны уметь рассказать о том, что у него в бутике, что он продает, какого производства, рассказать то, что он знает о цветке вообще. У каждого цветка есть легенда своя, любой цветок ты возьмешь, и если ты умеешь это преподнести и рассказать, это уже немаловажно. Знать, какая компания тебе поставляет декор, какая у него история у этой компании, даже не у какого-то определенного, например, игрушки у какой-то определенной, а именно у компании. И все-таки очень немаловажно, когда клиенты становятся просто друзьями, когда они могут прийти и просто поговорить ни о чем. Не важно, купит он что-то или нет, а он имеет возможность прийти и выговорить что-то, что-то рассказать. Знаете, вот высшая вообще, вот высшая оценка это то, что когда тебе говорят именно твои покупатели, именно вот клиенты, я не хочу даже назвать их клиенты, это гости наши, которые приходят. Я иногда бываю в демосфере, приезжаю, там сядут, на диванчик могу там что-то делать, и вот заходит женщина и говорит, видит, как девочки делают букеты, и она говорит, ну вот почему же, вот у всех же одинаковые, вот и цветы, и ленты, все, ну вы как это это делаете так, что это просто завораживает, как вы это делаете, хочется на это смотреть, и потом получается вот такое произведение Как вы этого добились? Признавайтесь. Я могу рассказать немножко, потому что мы чувствуем наших клиентов, и они разные. Если мы говорим о сегменте лакшери, на сегодняшний день в лакшери делится целевая аудитория на две категории. Это хард-лакшери, кто любит роскошь, и вот, например, у нас есть коллекция о донежности, где броши, перья, она роскошная, она классическая. Это представители хард-лакшери, но есть и так называемые сегодня випстеры, это новое поколение лакшери, которые могут проехаться на велосипеде или купить очень дорогую одежду или машину, и они любят какой-то альтернативный свежий взгляд. И фишка компании Фиори при создании коллекции, креативной группы дать возможность выбора. Например, одна из наших коллекций Prime Rose, она яркая, альтернативная, нестандартная рекламная компания, мы даже сняли афроамериканца, была очень стильная, мы чувствуем клиента и даем возможность выбора. И мы попадаем в Фиори Академию, это обучение нового формата в Украине, это учебный зал, один из залов. В чем заключается новый формат? Фиори Академия, прежде всего, это формат эдютеймент, который соединяет в себе и сильную образовательную составляющую, сильнейшую теорию, и плюс такой интертеймент, в который ты погружаешься. За залом Фиори Академии, это тоже одна из гордостей Фиори, самый большой склад в Украине декоративного цветка. Потрогайте, закройте глаза и потрогайте. Нет, ну это вообще круто, я даже такое не видела. Это живая. Вот о чем я говорю, вот она живая. Обалдеть, она вообще реально живая. Ну, знаете, все равно могу вот делать такое замечание, что может быть вот Фиори очень талантливая, очень креативная, и вот он ему кажется, что это он создал Фиори, да, но в итоге, когда он уходит, например, он реально понимает, что он ничего создать не может. А почему? За нашими флористами стоит сильная компания, и он уже может спокойно разговаривать с любым клиентом, он может это, ну то есть не бояться ничего, потому что это реально то, что дает ему такие вот возможности. За ним стоит маркетинг, за ним стоят люди, которые вот постоянно обучают, это тыл такой, и это возможности большие. И когда человек уходит и думает, о, почему я дома буду ваять что-то, и буду такой же вообще сильный, да, талант это очень хорошо, но у нас очень талантливых людей в Украине, слава богу, очень много, но вот где их найти, вот как раз с помощью вас мы может быть и еще найдем каких-то люди приходите в Фиори, если вы считаете, что вы талантливые, ну вот у меня вопрос, давай, есть вообще шанс, ну вообще флористический бизнес кажется одним из привлекательных, особенно для тех, кто закончил курсы, ну там вчера, два дня в какой-нибудь там академии побыл, уже считает, что он все умеет, да, по спирали еще как-то, и он решает, что открою-ка я свой цветочный бизнес, очень часто мне пишут этот вопрос, вот расскажите, как открыть, вообще, ну это же как бы без шансов, когда у человека нет денег, как минимум, на то, чтобы хоть что-то, ну что он может вот открыть, если он умеет вязать букеты, ну что вы посоветуете вот этим людям, ну или скажите им что-нибудь? Я всегда говорю, что если у человека есть энергия, вот он динамичный, есть энергия, у него может получиться, ну вот с тем, что я перечислила, он все равно столкнется, и он может потерять ну вот деньги, которые он будет вкладывать в этот бизнес. А у него ничего нет, ему нечего вкладывать. Тогда, к сожалению, может приходить к нам, если он талантливый. И чтобы у него должна быть энергия, вы правильно сказали. Очень. Это так немаловажно сейчас. Это самое важное. Я вообще хочу вот ко всем обратиться, я не зря задала этот вопрос, для того, чтобы получить вот ответ разведения руками, что если вы считаете, что вы хотите заниматься флористическим бизнесом, если вы считаете, что вы талантливый флорист, начните не то, чтобы с малого, а хотя бы попытайтесь попасть, продать себя хорошей компанией, правильно? Попытайтесь прийти и посмотреть, вообще, как на вас, если вы такой классный, то вас с удовольствием заберут, вы получите обалденное обучение, вообще вырастите в среде. И сумасшедшие возможности какие-то. И сумасшедшие возможности. Вы можете стать, занять такие должности и прилично зарабатывать. Хорошие люди всегда хорошо зарабатывают, правда? Не только это. Фиория же дает возможность посещения выставок. Ну, давайте, вот об этом сумасшедстве, которое дает Фиория для своих сотрудников, вот включая вот это все и вообще, давайте вы расскажете. Мы позволяем чувствовать себя хорошо сотрудникам, потому что самое главное, что идет от сотрудника. Если ты понимаешь, что в этого сотрудника надо вкладывать, мы, ну, как бы, вопрос не стоит о деньгах. Вот у нас сейчас выставка в ноябре, 5-го числа начинается выставка флористическая в Голландии. У нас всегда едет закупщик, который работает непосредственно с поставщиками, поэтому она всегда ездит на эту выставку, я езжу на эту выставку. И вот мы флористов привлекаем, чтобы вот каждый должен, или кто-то едет с креативной группой, или едет флорист, потому что они должны сами видеть, откуда этот цветок. Он всегда говорит такую очень, наверное, некрасивую вещь, но люди работают за еду, и это плохо, потому что я понимаю, что надо выживать, и все, но ценить себя надо. Если ты не будешь себя ценить как художника, ты умеешь что-то делать, и ты продаешь это просто ни за что, тебя потом же не будут оценивать. Тебя будут так же и ценить дальше. Вот по поводу рынка Украины, у меня лично складывается такое впечатление, что можно хорошо себя чувствовать, только работая в хорошей компании, ну и как бы, и не разрывая рынок вот этими халтурками, потому что рынок убит этим. Да, он убит. Потому что Россия, например, он гораздо больше, там несколько другая история, а у нас он реально убит. И вот то, что я вот, например, себя вдумаю, если бы я была флористом, зная о реалии рынка, работать на себя или попытаться всеми силами сделать так, чтобы я стала интересна компанией Фиори, и тем более, если я амбициозна, то однозначно построить еще и неплохую карьеру с такими возможностями, то даже не стоит вопрос выбора. Если вот это в голове есть, мы сейчас, нет, это не реклама, что идите работать в Фиори, еще попробуйте пробиться. Вот, ну, нужно что-то из себя представлять. Но вот если вот так вот разумно как бы рассуждать, то я представляю, с чем нужно столкнуться и какую работу вы будете делать, вот если вы там начали что-то самостоятельное, какие возможности можно получить в компании, у которых такие сумасшедшие амбиции и главное возможности сегодня, это очень круто, что они у вас есть. Это просто, ну... Хотела добавить по образовательной части, что важно, так как мы выходим и работаем на международном рынке, у нас есть курсы английского для сотрудников, это очень важно, которые оплачивает компания, но есть такой момент, и оратарского искусства. Да, курсы по риторике у нас есть преподаватели, потому что нужно уметь не только создать свой проект, а уметь его продать и защитить, и это очень важно. Слушай, они, по-моему, ненормальные, вы еще людям деньги платите за это? А что вы... Это просто... Нет, ну ты вообще слышишь это? Да, я... Не столько в них вкладываете... Мы в Украине или где-то в другом месте? Я думаю, что они их берут просто потом, ну не выпускают, наверное, запирают, да, чтобы они не ушли... Нет, у меня же никого не держат, у меня просто открывается рот, честное слово. Так, девочки, мы сегодня много раз говорили о Академии Фиори, я все-таки хочу эту тему поднять, потому что чем больше я вообще тут все это смотрю, узнаю, тем, естественно, я понимаю, что будет много вопросов, а я тоже хочу. И раз уже вы решили делиться не только со своей компанией, а и со всеми остальными, расскажите мне, как это все происходит, что вообще у вас происходит, кого вы обучаете, и чему у вас можно научиться. К нам присоединилась команда, непосредственно, это основная команда, в том числе создателей, Марина Рожко и Карина Хаджиматова. Афиория Академия — это образование для флористов, вернее, платформа образовательная для флористов нового формата. Если мы говорим про другие сферы, ну, допустим, рекламный бизнес, там принят мастер-классы, работа с кросс-категоринными спикерами, это всегда на очень высоком сумму уровне, то, к сожалению, о флористике мы всегда говорим а как будто у ремесленничества. И поэтому подача такая же и является. Это плетение всего лишь там каркасов либо техник букета. Мы не говорим в целом о маркетинге, мы не говорим в целом о том, как представить свой бизнес флористический. Поэтому, когда мы задались идеи запускать фиорию Академию, мы подумали, что нужно сделать такого, чего нет на рынке, что полноценно раскроет, ну, не все секреты фиории, но максимально их раскроет. И флористику как профессию. И флористику как профессию преподнесет. Потому что, может быть, многие не знают, что, допустим, всего лишь два года назад в Кубайдах украинских такой профессии, как флорист, не существовало. Поэтому это... Да. Да? Интересно. Официально не было того, что ты флористик в должности. Флориста как таковой не существовало, да? И то есть хочется, чтобы вы относились к флористам, когда ты там... Я уже 7 лет как бы работаю, да, в этой области. И когда у тебя спрашивали, кем ты работаешь, ну, когда я начинала, там, флористом, ну, и отношение к себе, ну, там, не знаю, научилась девочка букеты собирать, да? Не смотрят глубже, что ты... С тобой там стоит обучение, маркетинг, ты узнаешь, где ты... Там, экономические аспекты. То есть ты растешь, растешь, развиваешься и достигаешь каких-то вершин в этой профессии. И плюс она стает высокооплачиваемой, когда ты в ней, ну, эксперт, получается. То есть ты можешь зарабатывать деньги во флористике, когда ты прошел определенный путь. Да. Когда это не только базовые навыки, потому как ты технически можешь сделать букет, а когда у тебя есть больно глобальное видение. Поэтому в Академии у нас, помимо теории и практики, которая представлена практика от Fiority, есть у нас также фишки, это груз категорийные спикеры. То есть это те спикеры, которые представляют смежные области, либо, на первый взгляд, вообще оторванные от мира флористики. Ну, например, у нас есть и лекции по маркетингу, которые интегрируют в себя флористику. Это не просто лекции по маркетингу, мы рассказали, и никто ничего не понял. Они интегрируют в себя флористику. Есть лекции от фронт-манеджера ВОК по поводу субъективных параметров красоты и тому, как нужно относиться к критике, когда ты творишь. Ведь не каждое полотно получает мировую оценку, как относиться к этому правильно, чтобы развиваться дальше, а не на корню себе погубить. Те качества, которые есть в самом начале. Вот вы сейчас приехали к нам, и вы увидели, как оно существует, что это не компания, которая закрыта стеной, а это компания такого же уровня, которая готова делиться своими секретами на сегодня. Да, это, кстати, правда. Я вот об этом тоже говорю, что не бойтесь больших компаний, не думайте, что они от вас далеко. Когда компания на самом деле становится классной и большой, это как раз наступает тот момент, когда они открывают дверь и хотят очень поделиться, хотят, чтобы вы понимали, не то что заработать денег, они хотят сделать рынок более классным. Потому что когда мы растим рынок, когда мы растим нашу аудиторию, а мы ее растим на самом деле. Потому что весь непрофессионализм, когда вы начинаете продаваться дешево, делать какие-то полуфабрикаты, это то, что рынок убивает, то, что убивает вообще возможность и создавать, и зарабатывать деньги, и все. То есть все превращается в какие-то мелкие халтурки, и это никому не приносит пользы. А потом все сидят и говорят, почему у нас так все плохо, почему у нас денег нет, почему у нас клиент не хочет ничего покупать. А расскажите мне, кто у вас может учиться? Потому что есть люди, которые только думают о профессии флориста. Есть люди, которые какое-то время что-то там крутят, мутят, и ничего не могут сделать. Есть люди, у которых есть уже какие-то компании флористические, но они, естественно, смотрят, по крайней мере, вся Украина, а я думаю, сейчас не только Украина обратит внимание, смотрят в сторону лидеров и говорят, ну как они, ну что, нам бы так хотелось к этому прикоснуться. Вы для кого? Кого вы решили обучать? Давайте я попробую начать такую подводку. В Фиории Академии планируется, и сейчас реализовывается, три формата. Первый — это базовый, для новичков, тех, кто мечтает о профессии флориста. Второй — это для профессионалов. И третий — это для собственников и владельцев, управленцев флористического бизнеса. Которые хотят уже компании делать более мощными и классными. Да, это третий формат. Он будет только запускаться. Мы видим это несколько дней, только раз в год. Это в формате форума, скорее всего, будет. Мы работаем сейчас над этим направлением. Профессионал. Вот сейчас у нас вау-событие. Событие мы запускаем в ноябре. А, то есть это уже вот прямо накануне выпуска. Круто. Да, это будет новый формат батл-концептов. Это будут флористы нового поколения, трендсеттеры. Я немножко позже расскажу. И вот базовый курс для новичков. Там есть четыре целевых аудитории. Очень плотно с ними работает Карина. Ну да, вот как дополню сейчас. Что когда создавали, думали, для кого этот базовый курс, и мы начали думать более обширно, что может быть человек, который уже достиг возраста 30-35 лет, он занимается либо финансовым сектором, работает, то есть это бухгалтер, либо юрист, может быть, либо вообще человек, который менеджер, например. Но он внутри очень творческая личность, ему хочется развиваться, но он не выбрал профессию флориста, так как он не понял, что эта профессия может быть прибыльной. То есть это престижно, прибыльно, и есть к чему развиваться. Второй аспект, когда, что есть флористы, которые умеют. И всегда на курсе у нас был один или юрист, или главный бухгалтер. То есть это стопроцентное целевое аудиторие. Это стопроцентное попадание было. Успешные люди в 35 думают, их манит мир флористики, но страшно как бы сменить. Здесь у меня определённый доход. И когда они, да, тогда дополни, когда они пришли к нам, они, о, вот это мне нравится, вот так, а ещё можно так развиваться в сфере флористики. Я хочу задуматься, что может быть и поменяется. То есть это не страшно, это уникальная возможность поменять себя и раскрыть с другой стороны. И вторая аудитория, тоже как мы рассматривали, что это уже, например, флористы, которые продают букеты, ну, то есть они консультанты, они только учатся, и они самоучки. Они учились на практике, да, и они хотят улучшить свои знания. И такие флористы, которые хотят взять основу, которая у них не была более историю, больше изучить, голористику, которую мы преподаем, да, и взять аспекты вот кросс-категорийных спикеров, которым не хватает чуть-чуть, чтобы их, даже уже бизнес, у нас приезжали девочки, которые владельцы бизнеса флористического небольших, да, чтобы сделать его успешным. То есть есть большие аспекты, которые у нас в лекциях. И они даже говорили там, у меня уже написанный был бизнес-план, как я буду запускать, я приеду и всё поменяю. Это у нас девушка с Казахстана была, вот, и она говорит, вообще по-другому. Я думала, это так, а это совершенно не так. Это другие возможности, это другое направление. Даже вот мы рассказываем, как выбрать место для своего бутика, что очень важно, где ты откроешь этот бутик. То есть абсолютно проводите, в принципе, человека, да, по всем абсолютно моментам, на которых больше всего совершается ошибок. Да. А вы, ещё такой вопрос, вы финансам уделяете внимание, то есть вы даёте людям рекомендации, вот, вообще, в отношении финансовой системы, как зарабатывать. Ну, люди же, когда начинают, они понятия не имеют, ни о маржинальности, ни о том, как на этом бизнесе не прогореть, вот, как вообще выстраиваются, что такое нормально, да, вот идут дела. Бывает, как, человек запустился, две недели не окупился, и говорит, ну, всё, я неудачник, у меня бизнес не пошёл. Уделяйте этому внимание? Это в курсе для профессионалов и для собственников биза. Базовый курс, он о другом, он про основы. Ну, вот сейчас для профессионалов мы будем создавать три работы, которые нужны профессионалам именно в сезон, как они хотят, ну, научиться. И там будет разбор бюджета, презентация, и всё в режиме реального времени. А вот, важная очень тема по поводу того, на чём сейчас, ну, вот, флорист, да, как мыслит, например, продажи букета. Но все прекрасно понимают, что, ну, это одна, как бы, один аспект. Есть момент оформления. Вот что оформлять? Потому что всё очень, ну, банально у людей в голове. Свадьба и свадьба, и ещё раз свадьба. Но есть же очень много других направлений, каких-то таких сегодня модных, трендовых, на котором люди зарабатывают деньги. Но я, честно говоря, тоже этого не очень знаю. Вот этому вообще уделяется внимание? И вообще что это? Вы знаете, у меня очень хорошее предложение. У нас в презентационном зале ребята готовят, готовятся, к супер-мастер-классу. Это как раз и тема «Креативная флористика 2019 для профессионалов». И мы можем часть показать. Она раскроет все тренды, и что сейчас актуально, и что сейчас модно. Приглашаю. Я всегда мечтала побывать на презентации. Ну, так что я с удовольствием. На самом деле, мне кажется, неважно, крупная это компания или это мелкий бизнес флористический. У всех одни и те же вопросы и более. Как создать? Где брать это вдохновение? Какой должен быть креатив? Какие тренды? И мы создавали, мы думали для себя, для обучения нашего персонала. Но родился такой невероятный проект для профессионалов, где приезжают лучшие. Хотела попросить, Марин, расскажи, потому что вместе создавали. Да, поэтому мы решили в рамках курса именно про фэшнл уже запустить мастер-класс. Мастер-класс на три дня с 16 по 18 ноября. Вот он уже будет стартовать. И фишка этого мастер-класса это то, что он абсолютно нового формата. К нам приезжают трендзетеры во флористике. Это флористы нового поколения. Это Полина Ченцова, самый читаемый флорист СНВ. Она работает вместе с Даней Борисовым в паре, они сотрудничают. И также прилетает из Вены наш креативный директор Константин Кондаков. Они как раз-таки в рамках этого курса раскрывают секреты, как креативить, вдохновляться, создавать свои тренды и выходить за рамки Пинтереста. Что очень важно и для нас, и для рынка. Более рынка. Вот, знаете, мне очень нравится, что мы сейчас не рассматриваем Престона Бейли и Карен Трант. Потому что очень долгое время вот это была такая страшная вещь, что такое ощущение, что никого нет на рынке. И я всегда говорила о том, что тренды уже, как мне кажется, давно, давным-давно задают вот наши русские, украинские, да, вот наши ребята. И вот то, что вы сейчас показываете, как бы, в вашей компании я доверяю, но это о многом говорит, что учиться нужно уже у наших. Это круто очень. Так, они приезжают к нам и они будут у нас чему-то учить? Да. О чем они будут рассказывать? Ну, первый день это будет лекция, где будут раскрывать каждый со своей стороны. Во-первых, где они вдохновляются, чем вдохновляются. Второе, они раскроют глобальные тренды, которые есть не только в Афлорисе. Также они смогут рассказать и разобрать мировые кейсы по оформлению, что очень важно. Самое топовое, это и показы Шанель. Это первый день, лекционный. Во второй день они будут создавать вместе с командами, командами наших студентов, которые будут поделены по 10 человек. Каждой команде, у каждого спикера будет 10 человек. Это будет батл концептов. То есть это абсолютно новый формат. Когда каждой команде дается реальный кейс, то есть реальное задание с реальным брендом, на котором они будут работать. То есть они будут работать с цветами, собирать... Что они будут собирать? Бренд One Home, Good Wine и Бутик интерьеров. Они получат реальный брейк. То есть придут бренд-менеджеры и скажут, что для наших компаний настоящие. И скажут, для наших компаний сделать... То есть люди вообще увидят, что такое бриф, как с этим работать, как это делать, потому что это же истерика для... это вообще как-то прочитано в книжке, когда приходят компании, большие, крупные, слышите, Lancome, обалдеть, Good Wine. Причем они будут работать с брифом по механикам, которые им расскажет до этого эксперт в рекламном бизнесе. У нас еще и звездный спикер, который расскажет, как работать с брифами по правилам, как это делается в рекламном бизнесе, международных агентствах. Он им рассказывает. На следующий день именно бренд-менеджеры дают брифы реальному командному. Дальше они с звездными менторами, нашими флористами прекрасными, разрабатывают концепты. День они разрабатывают концепт. То есть рисуют. Как разрабатываются концепты? Они тоже будут... Что это вообще такое? Чуть-чуть расскажите. Они придумывают идею по этому брифу, подбирают цветы. Что это такое? Изначально они разрабатывают идею. Первичная идея модель. Это разработка идеи. И, как правило, это даже не одна идея, а несколько. Далее они подбирают уже под эту идею мудборд, цветовую гамму, референсы, которые могут быть реальными, либо они рисуют скетчи, либо они рисуют эскизы. У каждого в команде будет 3D-дизайнер. Как интересно. 3D-дизайнер будет. У каждого в команде. Класс какой. И каждой команде в будущем помогать фиоритин. Так, а цветы тоже будут? Конечно. Плохенькие? Остаточки с софтовой базы? Дэвид Остин, Гортензи. То есть цветы высокого значения. Круто. На самом деле у каждой команды будет свой реальный бюджет. Каждая команда выйдет на цветочную базу, подберет под данный концепт тот цветок, который необходим. Дальше они приедут и будут работать со складом декора, нашим складом декора. Открываем. Будет возможность в арентотеке взять все, что угодно, что вы считаете может подойти под ваш концепт. Да, прелесть. Обалдеть просто. Далее они презентуют этот бюджет, этот концепт. Составляют презентацию, все как в реальной жизни. Презентацию на бюджет и обалдеть. И презентуют уже бренд-менеджер в первый день. Дальше бренд-менеджер начинает чуть-чуть уже их корректировать. И третий день, третий день это самооформление, когда выезжают команды на реальные локации. Первое, это оформление новогоднего ужина для гудвайна, ресторана, феории, ресторана. Звездный ментор Данил Борисов. Почему это важно? Потому что близится Новый год и очень много запросов ведет и корпоративных, и частных по оформлению новогоднего ужина. Вторая команда будет работать с Полиной Чинцовой. Для нее очень важно работать с международными брендами. Она трендсеттер в этом. Это, кстати, новый глобальный тренд, насколько ты умеешь работать с международными брендами. Если у тебя в портфолио есть международный бренд по флористике, значит, ты хороший декоратор и к тебе обратятся и другие клиенты. И как раз таки в данном формате мы работаем с продуктом Lancome. Как правильно презентовать Lancome, чтобы не затмить своим оформлением продукт, с одной стороны, с другой стороны, креативно его подать. Третий реальный кейс это оформление интерьера бутика. Самый наш любимый кейс будет его презентовать Костя Кондаков. У него важная задача это сделать креативную композицию в интерьере бутика. Финальным же продуктом является не оформление, а картинка, которую вы можете в портфолио себе оставить. На третий день в каждой команде будет очень крутой фотограф работать. И вам нужно будет отснять финальный кадр, сделать, почистить его и предоставить именно финальным этапом является презентация именно этой картинки. То есть мы учим от создания до финальной реализации. И люди смогут затем в свое портфолио взять эту картинку. Но это вообще очень круто. Потому что я делала со свадьбами такие вещи. Я знаю, как для людей, которые хотят на какой-то новый уровень выйти, и насколько важно иметь не как это сказать, одолженную фотографию где-нибудь, что ужасно само по себе, а иметь возможность сказать, что да, я это делал, да, это был, да, пусть там была команда, но все равно это уже многое о вас скажет. Потом анализ над работами, над ошибками, над тем, что получилось обязательно и очень крутой гала-ужин, награждение, дипломы, все, как мы любим в лучших стандартах феории Академии. Я вам скажу больше. Сейчас одно из самых важных вообще, ну, как бы, крутых вещей, которые есть вообще в обучении, помимо повышения своих квалификаций и возможности посмотреть на что-то, это на первом месте для меня лично это возможность познакомиться с людьми, заиметь отношения, заиметь возможность общаться, ну, с любым ментором, которым, в котором вы попадаете в команду, я в бизнесовых всяких вещах таких присутствую, это возможность затем написать этому ментору в личку и получить от него ответ, это возможность, когда рядом с тобой сидит Маша, которая такая же, как ты, а рядом сидит Наташа, которая уже вообще достигла таких вещей, ты бы никогда в жизни она бы тебе вообще нигде не ответила, с тобой бы, может быть, не поздоровалась, а тут у тебя появляется такое колоссальное вообще окружение, которое вообще все это делает, то есть это уже благодаря этому, благодаря тому, чтобы вообще быть частью команды Фиори, ну это вообще очень крутая штука. Сколько человек вот вы планируете, что будет на этом мероприятии? В районе 30 человек, это 10 учеников у каждого звездного ментора и поддержка Фиори Тим. Слушайте, ну это здорово, то есть это как раз такой очень классный коллектив, то есть классное, объятное число, в то же время огромное количество знакомств новых, ну для знакомств это очень много, но в то же время каждому можно уделить внимание, никто не растворится и не потеряется. Это здорово. Так, а у нас есть несколько мест? Друзья, я оставляю ссылку, обязательно перейдите, посмотрите. Мне кажется, это обалденная возможность, обязательно я знаю, что меня смотрит огромное количество декораторов, организаторов. Ребята, это, ну я честно вам скажу, первый раз вижу продукт вообще такого уровня. Я знаю, что там в бешеном количестве ездили в Россию кого-то куда-то смотреть наши, но по-моему, это просто, ну это фантастика, а они будут здесь в рентотеке и здесь в академии. То есть они смогут это все увидеть своими глазами. Конечно, и также мы будем работать первый день, теория у нас будет торговый центр Домосфера, который отдает полностью всю площадку, чтобы творить. Второй день, когда мы создаем концепты, мы работаем здесь, потому что здесь рентотека, будет выезд за закупкой цветка, то же самое, все в режиме реального времени. И третий день мы возвращаемся опять в торговый центр, где расположены бутики, там оформляемы, там есть ресторан, ужин, ну то есть вот весь формат шоу будет там. Ну просто браво, браво, потому что вы сегодня не только подразнили всех, потому что я думаю, что у всех, у кого, кто имеет отношение к цветам или вообще к какому-то бизнесу, в принципе, увидев этот масштаб, конечно, открывается рот ну вообще. С другой стороны, огромное браво за то, что вы такие открытые, классные, готовы этим делиться, потому что, конечно, ну я не знаю, я вот честно говоря, если там вернуться к себе в какое-то время, количество лет назад, когда я что-то придумывала очень классное, мне первое время было очень жалко этим делиться, знаете, вот этот, и у многих сейчас людей, которые, ну более маленькие, у них все время страх, они все время задают вопросы, а если я сделала, меня будут повторять, меня будут копировать, у меня уведут идею, и вот вы очень крутой показатель того, что чем круче и больше вы становитесь, тем больше хочется отдавать, делиться и говорить, пожалуйста, делай как я, да, делай лучше, чем мы, старайтесь, ну колоссальные возможности, и еще такой вопрос, а если люди, вот они пришли, поучились, знаете, ну вот они бы очень хотели стать частью вашей команды, это вообще возможно для флористов, как к вам попасть? У нас всегда есть открытый, ну то есть регулярно идут собеседования, набор персонала, мы всегда смотрим, общаемся с талантливыми людьми, компания очень большая, и в разных направлениях, в принципе, у нас даже сейчас есть несколько открытых вакансий. Вот мои лучшие сотрудники всегда меня спрашивали, как попасть к вам на работу, мои лучшие сотрудники всегда были моими учениками, выпускниками, потому что нет лучшей возможности, во-первых, почувствовать, что такое работа в этой команде, во-вторых, показать себя, потому что когда ты талантлив, ну и тебе сами начинают обращаться с предложениями, ну и вообще даже приехать из своего города и потом нести это в своем городе, и посмотреть уже, извините, как проводится настоящее обучение, вот, и задать новые стандарты, а не просто там посидеть, покрутить какой-то букетик, это ребята того стоит, ну очень круто, просто как бы браво, я желаю, чтобы ваша академия процветала, я сама с удовольствием как-нибудь напрошусь, не на букетике, но послушать обязательно, потому что, ну это, это очень круто, очень интересно, и, ну, такой подход, просто, просто браво. Спасибо. И вашей команде слаженный такой, ну это, это классно, знаете, мы смотрим корпоративные фильмы там про компании Прада, помните, там, Дьявол носит Прада, как все здорово, замечательно, и, конечно, мечта у людей работать в таких компаниях, но с тем кажется, что это вообще недостижимо. Вот сегодня я посмотрела на вас, посмотрела на то, как относится к вам Людмила, это вообще, кажется, тоже фантастическая женщина, мне кажется, абсолютно, ну, вот я сегодня, я много о вас знала, как-то имела свое отношение к вам, но после сегодняшнего дня оно еще круче изменилось, и здорово, что вы такие открытые, что вы такие люксовые при этом, и вы открываете двери другим, даете возможность прикоснуться, показать, попробовать, и, ребята, прекращайте делать, понижать свои стандарты, прекращайте продаваться дешево, и считать, что, ну, как бы, нету денег, есть все абсолютно у людей, просто вы пока еще не можете своему клиенту предложить что-то стоящее, когда вы начнете инвестировать в себя, когда вы начнете делать свой продукт классным, вы поймете, что это не может стоить дешево, а клиенты скажут, мы хотим покупать это, в фиоре тому прямое доказательство, 10 лет компании, которая, просто, ее результаты говорят сами за себя, я практически чувствую себя, я не знаю, Джульеттой, стоящей на балконе, вообще, естественно, что мы не удержались, и вообще, после всего увиденного, решили приехать в бутик, и показать вам, наверное, бутик, ну, мечта каждого флориста, или каждой девочки, которая занимается цветами, или такой же, каждой девочке, как Людмила, которая осуществила эту мечту, потому что, ну, этот бутик, просто вау, в Киеве, несколько магазинчиков есть, но вот, это, как бы, любимчик, я так понимаю, такой обособленный, ну, в общем, пойдемте посмотрим, мы увидим, как это создается, потому что мы много об этом слышали, и хочется увидеть. здравствуйте, 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 какая красота, вы мужчина, слушайте, я обалдеть, я просто очень редко вижу мужчин флористов, вот, вот так красиво, собирающих букеты, а почему вы решили стать флористом? У меня, как бы, родители, они занимали свои времена цветами, и я с детства окружен цветочной красотой, и в определенный момент, как бы, выбора профессии, в принципе, не было, то есть, я не выбирал флористику, флористика выбирала меня. Я думала, что меня в центральном офисе обманывают, что здесь какие-то все очень творческие люди, но оказывается, нет, а кому этот букет собирается, для кого он вообще, по истории? Ну, непосредственно, это будет для мужчины. А для какого мужчины, каким характером он обладает? Характером? Я думаю, что для человека, который привык принимать какие-то определенные волевые решения, который может заявить о себе, не постесняться, и, скажем так, имеет волевые импульсы к достижению своих целей. Скорее всего, руководителю, скорее всего, даже начальнику. Обалдеть, вы вообще слышали? Ну и потрясающе. Еще флористы, еще и так разговаривают, обалдеть. Так, ну я неспроста присела отдохнуть, потому что это специальная лаунж-зона. Я вообще хочу рассказать вам об этом бутике, потому что в очередной раз история меня фиори поразила. Значит, это бутик весь, который сделан в таком концепте, куда приходят клиенты, обычно мужчины. Это обычно постоянные клиенты, потому что место достаточно уютное, несмотря на то, что он находится в центре города. И, собственно, здесь они отдыхают, пьют кофе и ждут, пока им соберут тот букет, идею которого они озвучили, для кого он, с какой целью и так далее. Весь вообще бутик, сейчас мы его с вами посмотрим, он очень необычный, потому что здесь все абсолютно выполнено из дерева, и когда он открылся, он получил награду дизайн года. Ну, есть за что, собственно. Посмотрите, как здесь классно. Значит, здесь есть очень, очень много красивых игрушек, очень много красивых цветов и все, собственно, сделано. Очень часто здесь покупают букеты как раз для каких-то очень вип-персон, для артистов, для людей, у которых все есть. И когда они идут на какой-то праздник, всегда есть большая проблема, когда, знаете, приходите, вот эта куча этих цветов, они там вот валяются. Я, кстати, не дам соврать, даже на свадьбах, что букеты от Фиори, это такое, во-первых, этот букет очень выделяется, и, ох, господи, мне страшно стыдно это говорить, но обычно все букеты, вот когда их дарят, их, знаете, такими толпами, организаторы составляют их в такие большие ведра, и только букеты от Фиори никогда не ставятся в большие ведра. Во-первых, они дарятся, они всегда, как правило, в чем-то, и, во-вторых, всегда эти букеты ставятся куда-то поближе к столу, ну, потому что такие букеты нельзя поставить вниз и думать, о, боже, побыстрее бы они увяли. Боже, это страшно стыдно говорить, но так действительно бывает, потому что вот эти все охапки просто жалко всегда женихов, невест и людей дарящих. Ну, как видите, эти цветы, они созданы для прекрасного. Сегодня мы приехали на оптовый склад цветов, если у вас есть цветочный бизнес, то самое лучшее место это экзотик флора, потому что, когда у нас был цветочный бизнес, 80% закупки цветка мы делали именно на экзотик флоре. А почему мы делали здесь эту закупку? Сейчас вы узнаете, потому что мы просто зайдем и у них спросим, чем они так нас привлекают, что мы сюда возвращаемся снова и снова. Пошли. Здравствуйте, Наташа. Ой, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть у нас во складе. Я тоже вас рад видеть. Вот Наталья, мы с ней работали, она все время продавала нам самый лучший цветок, и мы до сих пор дружим на Фейсбуке, хотя уже мы полгода, наверное, не занимаемся цветами. Очень жаль. Наташ, скажите, вот как бы я не очень понимаю, почему это происходило, потому что в Киеве очень много складов оптовых, и мы все время, ну, пробовали на разных закупаться, у вас там, у других, у ваших конкурентов, но в конце концов мы все-таки поняли, что, ну, не знаю, не то, что поняли, мы просто возвращались почему-то к вам все время, и 80% все-таки своих, своих закупок делали у вас. Откройте секрет, почему это происходило. Ну, я думаю, самый первый ответ на этот вопрос, я думаю, что это индивидуальный подход к каждому клиенту. Каждый заказ выполняется индивидуально, и требует столько времени, столько на него это нужно. Знаете, я помню, накануне там 14 февраля, накануне 8 марта, и вообще, когда у вас завоз цветов, да, когда приезжают фуры, и здесь все просто забито людьми, которые хотят купить свежие цветы для своих магазинов, как это можно, индивидуальный подход? Но я, да, я чувствовал как-то, вот во всей этой толпе людей, когда была толпа людей, и я в ней тоже приезжал за цветами, я все равно чувствовал от вас индивидуальный подход. Как вам это удается? Ну, это требует, конечно, большого времени, больших затрат, но есть команда, которая работает. Никакой команды я не видел. Я работал с вами. Спасибо, Сергей Боже, мне очень приятно, спасибо большое. Мы стараемся, и я думаю, что каждый сотрудник нашей компании старается, и наш девиз, это главное, чтобы каждый наш потребитель ушел довольный, и с качественным цветком. Мне кажется, это самое главное, потому что, как бы мы ни были довольны, если будет цветок неправильный, то мы не будем возвращаться. Наверное, все-таки ваши цветы самые лучшие цветы. Все его большое. Во всем Киеве. Насколько приятно, это просто вы мне сегодня. Давайте, чтобы народ знал, куда приходить, да, это экзотик флора, оптовый склад, их два в Киеве. Ну, не будем адреса говорить, вы найдете спокойно на сайте, мы ссылку оставим под видео. Наташ, давайте покажите, что вообще на оптовом складе можно, ну, бывает. Это святая святых, это холодильник, где разные цветы. Где разные, где ассортимент самый шикарный, самый шикарный ассортимент, самый новейший ассортимент, который существует на мировом рынке в Голландии, самые экзотические цветы, которые только есть в этот период. То есть, все эти цветы в первую очередь попадают к нам. Самые экзотические цветы в экзотик флоре. Да, самые экзотические цветы. Первое, это самое лучшее качество. Наша компания никогда не покупает цветы какого-то другого качества. Это самое высшее качество цветка. Из-за того, чтобы наш клиент всегда оставался доволен качеством. Самые лучшие садовники, которые есть. А сколько вот если мы купим, просто я могу сказать, но лучше, если вы скажете, вот мы купим розу и поставим в холодильник. Сколько она еще будет стоять в холодильнике? Каждая роза, она имеет свое свойство. И мы даем рекомендации, как лучше сохранить цветок. Это определенная температура, это определенное освещение, это определенное наполнение воды. А это гладиолусы? Есть гладиолусы, есть эустома, есть... А это, которые бабушки выращивают на огородах? Ну нет, ну почему бабушки? А чем он отличается от бабушкиных? Ну, голландский цветок, он очень долго стоит. Это очень долгое продление у него, его жизни. Это большой период, к сожалению, не так, как... Я уже знаю, почему отличаются, потому что раньше я не понимал. Если вы возьмете бабушки в огороде, он на завтра завянет. Если вы возьмете голландский, он будет стоять две недели. Ну, к сожалению, такое есть. Мне кажется, у вас такая энергетика, вот вы заряжаете эти цветы так, что они потом вообще не вянут никогда. Самое главное, это когда мой клиент остается доволен, когда вот так, как вы пришли, сказали спасибо. Это самое важное. Задумался, не вернуться ли мне в цветочный бизнес снова. Буду очень рада, что с вами видится. Спасибо большое. Это срезанные цветы, а есть цветы в горшках, да? Это горшечный отдел. Смотрите, любой цветочный магазин живет не только на срезанных цветах, а потому что ты никогда не можешь держать очень много срезанного цветка в магазине, а его чем-то надо наполнять, какой-то зеленью. Поэтому наполняют и очень хорошо дополняют торговлю, именно живыми цветами в горшках. Да, это большой выбор горшечных, горшечные растения, большой выбор разных аксессуаров. Смотрите, какие ящички красивые. Это тоже для составления композиций. Да, это может так, как и горшечная продукция здесь становиться, так, как и срезная. Здесь все, что нужно в магазин. В чем еще наша фишка, то, что заказ может быть просто составляться из одного пункта, это с простого пучка, с простого банча зелени. Просто. И все. То есть нет у нас ограничения в заказах, что это должно быть 20, 30, 40, 50 позиций. Это всего лишь один пучок зелени, но он может быть очень важен для клиента. Клиент приходит, говорит, спасибо, вы меня выручили. часто у нас бывает какой-то срочный заказ падает большой, и мы вам звоним, мы говорим, Наталья, есть у вас такой цветок? Вы говорите, у меня осталась последняя там эта связанка, мы говорим, оставьте, мы приедем, и вы обязательно оставите где-то там. Это обязательно. Да, и это для нас отложите, и мы приезжаем, забираем это последнее, конечно, это очень-очень нужно. Да, это предзаказы, это можно просто позвонить, мы отложим всегда любой заказ. Что у нас тут еще? Столько всего интересного. Ага, все, что нужно для того, чтобы делать букеты. корзинки, ленты, какие-то, бычевки, бумаги. Сопутствующие товары нашего склада удовлетворят любого потребителя, любой магазин. как в рекламе. Короче, здесь есть все, что нужно для открытия цветочного магазина. что нужно для открытия. Если у вас есть цветочный магазин, приезжайте в экзотик-флору, я вам точно говорю, что это самый лучший оптовый склад, потому что это проверено, мы сами тут все время все покупали. Спасибо, Сергей. Если бы мы продолжали бы еще заниматься цветочным бизнесом, то мы бы до сих пор бы тут все бы покупали. Я уже хочу сейчас покупать, наверное, что-то куплю все равно. Экзотик-флора, самый лучший склад. Даже вот если вы новичок, вы можете, конечно, взять, попробовать, объехать весь Киев. Но я знаю точно, что когда вы перепробуете, и везде вы в экзотик-флору к Наталье точно вернетесь, это уже проверено. Приезжайте к нам, мы всегда ждем, подберем, поможем, подскажем. Всегда рады видеть. Ну что, пошли дальше. Сейчас можем посмотреть у наших самых классных проектов. Даже я бы сказала не так. У нас все проекты самые классные. Это, знаете, это не как герои было и славы, а вот то, что произошло у нас за месяц. По сути дела. Первое, если мы открываем наш инстаграм и смотрим, допустим, мы делали для Vogue, для пятилетия Vogue, мы делали входную группу. То есть мы работаем с самым известным в мире журналом, это Fashion Bible, он нам доверяет, это очень высокие стандарты, он нам доверяет входную группу и мы ее делаем. Второй проект, на котором хотелось бы остановиться, это работа для презентации первого сольного альбома Насти Каменских. Мы сделали его в ресторане «Аляска». Вот Карина была проектным менеджером, может поделиться чуть-чуть. Да, в Ибл стояла задача, чтобы люди очутили джунгли. Что весь концерт, потому что их встречали необычно одетый хостел в красивых леопардовых костюмах, то есть каждый попадал в джунгли. Вот на этой же неделе у нас команда разделилась. Часть команды была на презентации альбома Насти Каменских, а часть уехала оформлять прекрасный венский бал, который произошел у нас возле Львова в Деме. Вот наша замечательная команда, которая создавала уникальные интерьерные композиции и на улице, и внутри. Мы сделали такое глобальное мероприятие. Между прочим, с советским балом работаем уже третий раз. Если вы пролистаете ленту Инстаграм, то вы можете посмотреть все наши проекты от букетов и до огромных оформлений. Допустим, вот есть наша коллекция букетов для мужчин. В прошлом году мы разработали «Фиори Фу Мэн». У нас снимался Олег Рыжов, владелец бренда «Исайби Леонар». И как раз таки, когда мы ему после съемки подарили букет, он привез его к себе в бутик. Очень многие клиенты, мы знаем, не понаслышке, были в пятницу с Кариной в этом бутике, говорили о том, что мужчинам дарить букеты это так круто, это новое, это необычное, и вообще это можно делать. Если посмотрим, еще были интересные проекты, которые состоялись в начале сентября, допустим, команда работала над оформлением Русланова-Быгинского для Ukrainian Fashion Week. Мы воссоздали украинскую Асканию. Очень многие были отзывы по поводу того, что так отобразить классно коллекцию и при этом не затмить дизайнера, что очень важно. удалось нашей команде, и узы бы были от очень многих экспертов рынка. Я думаю, что каждый может подписаться в Instagram на нашу страничку, посмотреть реальные проекты, посмотреть свадьбы, посмотреть оформление букетов, можем посмотреть, допустим, свадьбы, которые мы делали относительно недавно в Турсковце. Здесь по поводу того, как можно красиво интегрировать необычные, технологичные, это же элементы декора, кулакатные как. Когда говорят, что в маленьких городах нет возможности делать хорошие проекты, потому что вы там не делаете, там звали Фиори. Увидел знакомую надпись Фиори, а что тут делают Фиори? Они же сами в Голландии закупают цветы, давай узнаем сейчас. Кто это из Фиори? Привет, Карина. Как дела? Здравствуйте. А что это вы здесь? Мы приехали цветов купить. Ух ты, класс, да. А что ты тут делаешь? А у нас готовится же мастер-класс в Фиори Академии, слышали же. Ну, конечно, конечно. Мы же сами виделись по этому поводу. А что делает мастер-класс на складе Экзотик Флоры? Экзотик Флора является нашим партнером в данном мастер-классе. Что будет прикольно, мы рассказывали о том, помните, там один день лекции, у них второй день придумывания концептов, а на третий они реализуют. Вот для реализации им же нужен материал. Материал это что? Цветы? Материал, да. Цветы. Больше, конечно, негде взять в Киеве. И, конечно, же уазис и всякие сопутствующие товары. А какие вы, что вы будете брать на мастер-класс? А это будет зависеть от концептов ребят. А, то есть вы даете ребятам, они сами приезжают и сами тут покупают? Да. Будет прикольно, что мы когда создавали, понятно, мы заранее не можем заказать цветы, потому что мы не знаем, какой концепт у ребят положится. И вот штормили, думаем, как же сделать так, чтобы они приехали сами, потому что у них будет выделяться определенный бюджет, и на этот бюджет они смогут закупить цветы. Почему экзотик Флора, что у них самый большой ассортимент, который можно приехать в любое время и выбрать. То есть они привозят самый... Работа. Ну, разъездились эти тележки. Работа, кипит, все ввозят. Что они как бы привозят самый огромный ассортимент. У них много экзотики. То есть у нас будет большая возможность выбора. Ну, пока. Пока. Пойдем. Хорошо. Пойдем. Пойдем. Ну, это, кстати, тоже непростая комната. Она не зря такая красивая. И здесь, как мы видим, есть вот всякие тарелки, подсвечники, вот такие всякие держатели. Это не просто декор. В эту комнату обычно приводят невест. Тогда, когда они выбирают себе, ну, им уже презентуют какое-то оформление, и здесь они могут показать уже и цветы, и какие-то композиции собрать, и показать какие-то элементы. И вот даже мы видим и мебель. Ну, и все, собственно, привозится со склада в том числе. Ну, то есть это такой супер-пупер-вип. И я могу сказать, что, наверное, ну, действительно, многие девочки мечтают об этом. Я помню, как в свое время я мечтала, что все невесты будут обращаться к свадебному организатору и, как в Америке, откладывать там деньги на то, чтобы их свадьбу организовал какой-то конкретный организатор. Ну, вот в фиоре это такая же история. Они сумели за 10 лет стать той компанией, о которой девочки мечтают. И вот этот весь процесс переживания от того, как пройдет их свадьба, как это все будет оформлено, как все будет подготовлено, они могут здесь пережить. Поэтому еще раз говорю, что, как минимум, у них есть чему поучиться. Конечно, хочется становиться их клиентами. И обязательно, если вы занимаетесь цветочным бизнесом или думаете им заняться, ну, я бы вам очень рекомендовала с ними пообщаться, поконтактировать любым образом, потому что они очень вдохновляют, они задают какие-то сумасшедшие такие планки. И даже если вы часть этих планок будете брать, вытягивать, я думаю, что вы будете получать от этого не только много удовольствия, но и денег. еще у меня есть шикарная новость. Ну и сама крутая новость для всех, кто смотрит этот выпуск, для всех, кто уже страшно хочет каким-то образом здесь очутиться. Помимо того, что вы можете, как я уже говорила, принять участие в мастер-классе, который пройдет с 16 по 18 ноября и называется «Креативная флористика 2019 года. Тренды». Мне удалось, друзья, для вас выпросить буквально один билет. Один билет, который мы разыграем, который достанется одному из вас, наверное, тому, кто больше всего этого хочет. Потому что это офигенная возможность. Это, ну, скажем так, достаточно серьезная стоимость. Мне кажется, она очень маленькая для того, что вы получите, но в то же время это стоит денег. И сегодня среди всех тех людей, которые в течение нескольких следующих дней напишут самый крутой комментарий и ответят на вопрос, почему именно вы должны попасть на этот мастер-класс, где заговорит ваша творческая душа. Включите свою душу, свое сердце и напишите, почему именно вы хотите попасть именно к этим ребятам именно на этот мастер-класс. И мы выберем одного победителя, который попадет на мастер-класс с 16 по 18 ноября в Киеве, который сможет просто получить невероятное количество эмоций, информации, опыта, навыков. В общем, поверьте, это того стоит. И мне, честно говоря, тоже очень хочется на нем побывать, так что я не исключаю этой возможности, что именно там мы с вами и увидимся. Я буду заканчивать сегодня этот выпуск. По-моему, он получился очень классный. Я искренне счастлива, что в нашей стране есть такие обалденные компании, и я думаю, что мы эталон в данном случае, феори, эталон для многих стран СНГ, поэтому обязательно посмотрите на эту компанию, приезжайте к ним, вдохновляйтесь ими. Они безумные, невероятные, классные. И вы знаете, я поняла, что у меня никогда бы не получилось успешной цветочной компании, потому что я не люблю цветы настолько, насколько любят это они. Браво, феори, я очень счастлива. И пошла отдыхать, скорее полетела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!